Преодолевать страх общения самый страшный. Это в детских садах, я считаю, там вообще, скорее всего, ломают детей по-страшному. Это самое страшное место, где детям ломают психику, потому что воспиталка орёт. Естественно, особенно в детских садах и в школах есть любимчики, которых выделяют, а есть нелюбимчики, которых буквально в смысле затыкивают. Ребёнку не дают, там говорят, так, помолчи, а ты вот говори, или ты не так делаешь, вот посмотри, как он делает, а ты вот такой вот, и не это. И всё, он воспринимает, что он неправильно делает, он не так делает. У него закладывается, 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 и всё. И со временем это накапливается. То есть, соответственно, когда он будет дальше, допустим, идти и поступать на работу или ещё куда-то, ему будет казаться, что он не так говорит, и что он вообще не с людьми будет воспринимать неправильно. Он не будет знать, как спросить у людей. У него будет постоянно чувство страха присутствовать. Чем больше ребёнка вот это вот вдалбливается, тем больше у него накапливается. И у нас, кстати, это очень часто. Вот у нас... Почему у меня сын такой общительный? Он может разговаривать с любым человеком, встретиться и с любым человеком общаться. Ну, то есть, я имею в виду, с любым человеком завести разговор и общаться на любые темы. Почему? У него нет чувства страха, потому что он никогда не был в детском саду. Я говорю всегда, как хорошо, что он не был в детском саду. Всегда надо спрашивать, как он так у вас хорошо общается с людьми? Да потому что он никогда не был в детском саду. В детском саду ему не сломали вот это вот чувство общения. Он мог общаться сколько хочу и с кем на любые темы. Потому что тётенька воспитанница ему никогда бы не сказала бы «заткнись» и «не это». Вот тут у нас такой-то есть. Они же там любимчиков выделяют, а других прищемляют детей. И, кстати, вот я заметила, именно оттуда из детского саду в основном дети у детей приходят. У них есть определённые любимчики, у них есть определённые... Всё это уже... Всё это так складывается, потому что всегда и в советское время, и сейчас всегда смотрят на статус ребёнка. Не на ребёнка смотрят, на статус ребёнка. То есть, как у мамы, какая папа, где работают, кто они, как мама с папой воспринимают воспитателей. Есть же такие, которые не постесняются денег дать и сказать «мой ребёнок должен быть лучше всех». И, соответственно, если ты из простого народа, на твоего ребёнка вообще никто внимания не обращать не будет, а наоборот, подтыркивать его будут, чтобы он поменьше говорил или что-то делал. И всё. И вот это, конечно, очень плохо. Причём у нас и раньше в советское время говорили «А я вот общаюсь, они так называли. А я общаюсь, у меня знакомые шишки есть, они так называли. Шишки – это, значит, начальники какие-то». И всё. И уже считалось, если у тебя есть знакомые шишки, ты, значит, будешь всегда в масле купаться. И это воспринималось, что если у тебя нет знакомых шишек, значит, всё. И если ты работаешь не в повышенном статусе, то уже к твоим детям в школе и в детском сосуде не так относятся. Они уже не такие. Их можно тыркнуть, выркнуть, не боясь. И всё это складывается из одного в другую большую-большую-большую кучу, которая потом и создаёт общество, в котором есть люди, которые понимают, что заплатив, ты добьёшься всего. Можешь пролезть в любую, как говорится, попу, если ты заплатил. А если у тебя нет денег, то ты и сиди на своём месте, никуда не дёргайся. Почему раньше бюрократизмом называли бумажку? Что за каждую бумажку ты должен был отстегнуть. Это ладно сейчас, хорошо, времена такие пошли, что сейчас бюрократизм снижается, потому что всё стало более в электронном виде. И более... Вот я очень рада, что сейчас намного проще стало. И ещё и ответ могут держать за то, ты можешь и жалобу написать, и всё что угодно. А раньше? Какая жалоба? Без шоколадки ни в один кабинет не постучишься. Люди сами приучили себя к этому. Воспринимать врача, как будто он тебе что-то сделал невероятное, у нас на чего научились. Каждый хирург в кабинете имеет полочку и место, где у него сложена куча алкогольных напитков. Почему? Потому что он сделал мне операцию, операцию, за которую я должна заплатить. Ну, отблагодарить, они так называют, отблагодарить. Принести ему коньяка, шоколаду и так далее. Сами люди это создали. Потом им же, людям, это не нравится, но они это создали. Хирурги без этого не могут, они не воспринимают уже правильно. Хотя, элементарная вещь, он создал свою... Это его профессия, он выполняет свой долг, он получает за это деньги. Это равносильно тому, что каждый убранный дворник во дворе, убравшись, должен получить по шоколадке откажем уходящего из подъезда. Ну, то же самое, по сути. Он выполнил свою работу, он получит за него деньги, но не забудьте его отблагодарить шоколадкой. Но никто не несет дворнику шоколадку. Все несут коньяк, подороже шоколад, там кто-то еще и деньги несет. Хирургу за то, что он сделал операцию. Он выполнил свою работу. Помимо хирурга, я уже не буду говорить, это также и любые другие врачи, это люди, которые работают где-то с документами, которые тебе нужно достать. Ты не можешь получить документ, пока шоколадку не дашь. Это что? Это нормально? Это ненормально. И они это называют, они еще это узаконили. Благодарность назвали. Меня удивляет. А что ж вы тогда не внесете в благодарность профессии все профессии? И указать. Дворник должен получить шоколадку-батончик, по старше статусам шоколадку-плитку, по старше статусам шоколадные конфеты, по старше статусам можно уже и с коньячком. Так распределите, раз это благодарность. Это ненормально, когда в стране относятся такими действиями. Благодарность должна быть не подкупная. Это пошло еще с советских времен. И они это еще узаканивают. Я никогда не против благодарности. Это нормально. Если человек хочет отблагодарить, тебя отблагодали. Но это не должно переходить в форму привычки. Но это уже перешло в форму привычки. Из этого выросло что? Теперь, если ты лечишься у этого врача, и ему не приносишь благодарность, а другие приносили, допустим, то ты уже плохой пациент. И заметь, они так и будут воспринимать тебя, эти врачи. Сто процентов. И пусть никто не скажет, что это не так. Учителя точно такие же. Если какая-то мама имеет более высокий статус и любит подарочки носить учителю, она будет более любить этого ребеночка и к нему относиться. Так же и в детском саду. Так же везде. И это всюду и повсюду. Это можно называть другие профессии. Куча профессий. Будет отношение совершенно другое. Подкупные. Это подкупное отношение к своим выполняемым обязанностям. И это делают сами люди. Взятки, это то и же самое. Это та же самая взятка. Это взятка подкупить тебя на выполнение твоей работы более лучше и быстрее, и комфортнее, и правильнее. Ну ты это сделал за деньги. Ты сделал это подкупное. Но ты это делаешь за зарплату. Тебе плотя зарплату. Эту зарплату начисляют из твоих же налогов. Из людей, которые тебе принесли эту, как говорится, взятку. Из их же налогов тебе зарплату платят. Это получается двойной круг. Мы, люди, сами это создаем. Я всегда против. Я всегда... Мне абсолютно пофиг, как вас примет врач, как вас примет учитель, как вас примет любой другой, куда я прихожу и пользуюсь своими прямыми законными конституциями. Выполняют они обязанность. То есть я получаю то, что правами я пользуюсь. Будьте любезны выполнить свои обязанности, исполняя мое право. Вы должны за это выполнить. У вас за это зарплата, у вас это обязанность. Я никому не ношу ни шоколадок, ни конфет. И вот никогда никому не ношу даже, если это считают... Ну, неправильно. Как это не отблагодарить? Я дворнику не даю шоколадку. Я должна каждый день выходить дворнику, шоколадку давать и благодарить. Что ж вы такие проходите мимо каждый день дворника, и не благодарите его? Научитесь благодарить дворника. После этого я согласна буду, что вы будете благодарить хирурга. Или там еще кого-то. Я, конечно... Вот я, кстати, сейчас тоже воспринимаю. Я в тот раз поругалась по профессии, там задела бухгалтеров. И тоже думаю, ну да, я, может, и не права. Скорее всего, я ошибку сделала огромную, то, что я назвала именно профессию бухгалтера. Многие профессии, даже бухгалтер, есть именно с тяжелым таким выполнением, трудом. Я, конечно, перед ними извиняюсь, потому что действительно есть профессии, которые выполняются с огромной потерей, как бы сказать, рабочей силы. Я согласна. Да, кого-то, может быть, обидела. Я не хотела никого обидеть. Я хотела просто сравнить то, что есть люди, которые выполняют свои обязанности, работу, и их не уважают. Хотя они выполняют не хуже других. Я вот это хотела сказать, но немножко не выразилась неправильно, еще вела бухгалтера. Конечно, там немножко людей обидела. Прощение попросить. Вот так же сейчас, как хирурга названа, но это я примером привожу. Хирурги – это люди, которым руки можно отславить, которые действительно спасают нашу жизнь. Но извините меня, но помимо хирургов у нас много других профессий, которые исполняют свои обязанности, так же неплохо. Но это же не говорит, что всем нужно дарить подарки. И это не должно быть в обязанность входить. То есть хирург должен быть еще сильнее собственных амбиций в тысячу раз. Для него должны быть все едины. Что он принес коньяк, что он не принес коньяк. Они должны быть все едины. Вот тогда этому хирургу почет и уважение. Вот такому человеку, вот такому врачу почет и уважение, который не сравнивает человека по статусу, когда лечит. Вот такого я уважаю. Вот таким я готова кланяться в ноги. Потому что это действительно те люди, которые не ставят перед собой статус человека перед выполнением своих обязанностей. И не исходя из того, что ему принесли в ответ благодарность. Вот таких я уважаю. Уважаю, ценю и всегда таким людям рада. Но у нас большинство воспринимает это неправильно. Сама попадалась в такие ситуации, когда мне выполняли необходимую работу из-за того, что я не дала взятку. Именно не так. Еще и этим меня принизили. Но это же неправильно. Неправильно. И когда я ей сказала, в глаза сказала, а что вам не так? И она мне намеком сказала, не дала ей никаких вот, мол, типа, у нас по-другому относятся, мол, приносят вкусненько. Я сказала, вы на своем месте сидите и получаете зарплату. Выполняйте работу. Выполняйте работу. А не ждите, чтобы вам за это конфетки носили. Не понравилось. Это неправильно. Это не должно быть так. Не должно быть. И мы, люди, сами к этому привели. Сами. Нам это не нравится, но мы это делаем. Мы с этим боремся, но мы продолжаем это делать. И это будет всегда. Всегда будет. Это никогда не кончится. Это плодит в наших людях плохие очень качества. Очень плохие. Потому что человек становится, начинает выбирать. Почему, говорят, деньги людей портят? Потому что у человека, когда появляются деньги, он начинает по-другому мир видеть. Он воспринимает все по-другому. Дайте бедному сейчас побольше денег. Вот был простой человек. Дайте ему огромную сумму. Он совершенно будет воспринимать рядом с собой живущих по-другому. Он будет воспринимать все по-другому. Он будет действовать по-другому. Потому что его будут портить деньги. Наших людей всегда портят условия и вот эти вот, как сказать, ценности, которые они считают ценностями. Взятку, деньги, коньяк и так далее. Все вот это. Они все это воспринимают неправильно. Нельзя у нас людей приучать к взяточничеству. И это не должно восхваляться. И каждый человек, который получает благодарность в виде каких-то там определенных вещей, должен понимать для себя, что это не дает ему право оценивать одного от другого, имея вот эту благодарность. Он должен всех воспринимать одинаково, если он выполняет свою честную работу. Вот и все. Тогда будет правильно. Вот тогда правильно. Потому что действительно в наших людях ломается очень много настоящего. Именно за счет вот этого. Мы именно этим ломаем. Потому что элементарные вещи. Мы всегда мне говорят о Боге, мне всегда говорят о Библии, мне говорят о церковных направленностях. Мне все время это задевает. А люди не понимают даже элементарных вещей, что приходя в церковь и общаясь с батюшкой, он должен с вами, скажем, на уровне общаться. Независимостей, в каких вы лохмотьях стоите. В шубе норковой или в лохмотьях. Одинаково должен общаться. А зайдите вы сейчас в любую церковь, пообщайтесь с батюшкой, посмотрите. А по-разному придите, и он по-разному будет с вами общаться. Сейчас ценность такая потеряна даже там. Потому что есть батюшка, который с тобой за деньги будет общаться. А есть батюшка, который с тобой готов общаться, даже несмотря на то, что ты стоишь в лохмотьях. Он тебе еще и спросит. Милок, может тебе помочь чем или еще как? А другой скажет, а ну-ка вышел отсюда грязный. Нечего мне тут ходить, пачкать. Потому что все стали слишком ценности видеть глубоко. Они не видят, не воспринимают мир по-другому, как правильно, как положено Божьим даром. Как они говорят, вы читаете Библию, как Бог все это воссоздал. А вы сами-то читаете Библию, вы видите, как Бог создал мир? Вообще, как Он нам подает этот мир? Вы его не видите. Вы видите только то, что сами создаете. И что сами читаете правильно. А не то, что вам Божий, как говорится, голос несет. Вы себя воспринимаете. Как вы считаете правильно. Вот так вот нужно правильно. Вот так нужно правильно. А вот как Господь Бог нам все это приносит, вы не воспринимаете, хотя мне этим попрекаете. Вот и подумайте, все ли вы делаете правильно, когда говорите Юлькой или Юленькой.